Добрый день, коллеги! Российская делегация прибыла, как и было договорено с украинской стороной, сегодня для начала переговоров в 15.00. Ну вот их пока еще нет, немного задерживается, это уже у нас стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждем, мы готовы к переговорам, будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов. Вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. Вы знаете, что на прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения и боевые действия. Российская сторона незамедлительно на следующий день была готова эти коридоры открыть, к большому сожалению, на сегодняшний момент почти, да, естественно, был остановлен, включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них в полной мере не сработал. Наша сторона вела наблюдение беспилотников над каждым из этих коридоров. Националисты мешали мирным жителям выходить из города. Я не хочу рассказать об этом подробно, чтобы не дублировать то, что вы получаете из официальных сообщений Министерства обороны, но расскажу лишь один эпизод небольшой, который произошел вчера в 5 часов дня. На восточной окраине Мариуполя, города, блокированного милицией Донбасса, в районе проспекта Победы, небольшая группа 20-25 автоматчиков, бойцов националистического батальона, попыталась выйти из города через позиции Донецкой милиции, при этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин, стояли у них за спинами. Бойцы стрелкового батальона Донбасса стали кричать «Ложись!». Начался так называемый перекрестный огонь, в результате которого с двух сторон, как мы знаем с вами, четверо мирных жителей были убиты, пятеро ранены. И эти бойцы-националисты тоже были частично уничтожены, частично разбежались. К сожалению, это пример того, как работает гуманитарный коридор в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются Центру и ведут себя не по законам войны и даже не по законам чести. Опять же, не хотел бы здесь... Вы сами найдете правильное слово, чтобы это отписать. Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режимы работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, которые мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты. Огонь прекращен уже в секторе и во времени, и люди спокойно могут выйти. К большому сожалению, этого не происходит. Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать нам мирных жителей, используя их косвенно и впрямую, в том случае, как я вам описал, в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом. Спасибо. Мы ждем наших переговорщиков со стороны Украины. Продолжение следует...